всем привет дорогие зрители ну что ж четвертая глава у нас впереди давайте начнем что у нас добавилось каска добавилась до каска 10 уровня сразу заметьте и джуда сразу 10 уровня а гриф с первого забавно ну мы будем отыгрывать заберса все все с другие персонажи я конечно возможно покажу но уже после после основного прохождения заберса тайшо грида таксо так сладенько что у нас тут все стандартненько да а вот тут у нас уже много всякого накопилось понять еще чувством делать в смысле как все это прокачивать так лошади новые у нас нету там написали что у нас в магазине мы мы теперь можем что-то энхансить то бишь улучшать так вот нас появилась новая опция мы можем энхансить побрякушки используя на то материалы побрякушки могут быть все прокачаны до плюс 9 но когда они достигли плюс 9 их можно все еще усилить комбинируя с очень крутыми редкими материалами и тогда они будут трансформировать трансформироваться суперер класс аксессори то есть в убер побрякушки что-то мне напоминает короче систему дарк соуса чем-то дарк соуса чем-то ну это неплохо хорошо что мы тут можем аксс брала так как вообще мы можем это все прокачивать но допустим наш баннер да что мы можем с ним сделать ага баннер вот нас есть redstone bluestone yellowstone который на самом деле greenstone ну ладно показывается что будет то есть redstone увеличивает атаку bluestone увеличит тоже атаку а yellowstone увеличивает и атаку и и range up ого это интересно непонятно ну ладно пока что-то инхансное нам особого смысла нету так а покупать кстати материалы bluestone и есть yellowstone блин ребята это действительно желтый по-моему это и зеленый и снова bluestone ну ладно ну ладно ладненько так что у нас армии инфа с нашей стороны газ грифин пиппин какие то боты с их стороны только боты наша задача заходить из замок особых условий для поражения нету это радует так и почему-то бихилит инфа нету то есть то есть как хотим так и играем ну что ж ладно у нас такая воля так вторжение чадора грифис очень харизматичный паренек ребятки которые дерутся под командованием грифиса не знаю страха в любой ситуации ну в общем то наверно тут харизма это не совсем правильное описание таланта грифиса которая помогает его солдатам не знать страха ну ладно они полностью верят грифису и доверяют ему своей жизни в то время как мидландская армия собирает силы чтобы вновь отбить свои территории ну и да как бы на поле боя в одной из такой в одной из таких земель были позваны различные наемники в том числе и мы то есть будем возвращать замок все ясненько все понятненько замок по-моему какой-то да более знакомый ну ладно так ну давайте помогать всем да слезь ты ст 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 здесь нет никакого сундучка за то что мы убили так теперь у нас тут какой-то знак так я прошу прощения что не перевожу воплики 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 вопли ребят нам поле боя ними немножко застают врасплох и быстро пропадают поэтому ссори ребят уж сами как-нибудь разберитесь с тем что они нам говорят в принципе достаточно простые тексты так бэйс лейтенанта это хорошо так база захвачена где сундучок база же все подразумевает конец сундучок нет ну ладно нет сундучка так нет сундучка так кто у нас тут еще какой-то лейтенант металлити плюс 2000 я так понимаю это восстановление окей где моя лошадь так кто у нас тут такой неплохо мы его заточили так ага вон еще один базовый лейтенант я и так куда он там убегает что должен за ним бегать что за непорядок блин этот чувак на лошади пиппин ты лучше бы слез с лошади и завалил бы его только мешаешься так хорошо что у нас тут так еще одна база защищена супер так дальше то куда подожди а что у нас здесь еще и войти куда-то можно нет на лошади нельзя в здание зайти почему это же весело блин здесь такие хоромы большие вот весело что на лошади внестись это такой достаточно крутой чувак То есть вот так просто мы победили И все Ну и как тебе нравится банда ястребов? Как ты думаешь, впишешься в нее? Да, по чем мне знать, вы какие-то странные тут все Отличаетесь от всех обычных бандоформирований Никогда об этом не думал в таком ключе Может быть это Грифис? Наверное я так бы сказал И многие из нас здесь только из-за его харизмы Пока мы проводим каждый день в бою Убивая и умирая Это странно, но мы так же плачем, смеемся, злимся В общем, мы живем Не, Грифис, а что он за человек? Умм, я не знаю Если он ребенок или взрослый, или взрослый, или взрослый Или здоровый, или взрослый Я не знаю Да, чтоб я знал Ребенок он или взрослый Хороший он парень или злодей Я реально не вдупляю Есть в нем что-то Такое Ну, я Думаю, что обычные люди вроде нас Не до конца понимают все это Что это? Конвинкшн Конвинкшн, не помню Это уверенность, по-моему, была В чем? Во всем Я уверен, что можешь найти здесь место Которому Ты принадлежишь Ну, вот так и поговорили Я так и не слышал Твой ответ Во время боя Почему ты вернулся за мной? Кстати, когда это было? А, имеет Иметь такой замечательный инструмент Я не хотел бы потерять его В таком бездарном бою Это всего лишь просто Еще один шаг Банда ястребов Все эти победы На поле боя Это все просто Просто необходимость Просто начало Все только начинает быть интересно Ты можешь Поставить свою жизнь На это Когда-нибудь у меня будет Своё собственное королевство Ты будешь Драться за меня За моё За моё благо Потому что Ты принадлежишь мне Я решу, где ты умрёшь Кстати, заметь Он это говорит так Незлобно Просто как Как что-то должное То есть Ну, типа, чувак Ну Типа, я твой бог Ну Смирись с этим Я твой хозяин Хороший хозяин, наверное Ну, хозяин Я решу, где ты умрёшь Размышление гадца Иметь своё собственное королевство Да он вроде Не из благородных И не из знати Он даже не рыцарь Как Этот самый Главарь банды наёмников Может иметь Своё собственное королевство И он так сказал Это как будто Всего лишь вопрос Времени Да он Такой же Он по возрасту Такой же Как я Может ли Один человек И чем я занимался Последние годы Когда я покинул То место То место Я так понимаю Это лагерь Из его прошлого Бежал из одного Боя в другой Просто убивал Просто выживал У меня до сих пор нет Ответа Гамбина Ответа на что Ох уж эти Недомолвочки Недосказанности Так Ну что у нас Только один уровень поднялся Ну ничего Ничего Так Мы получили Какой-то Браунстон Больше похоже На какую-то Какашку И колечко Колечко С двумя Уже активными Скиллами Один это Увеличивает Эффективность Лошадки А второй Просто поднимает Виталий Ну вроде ничего Так только Базовые характеристики У колечка Не очень Ну что у нас тут будет Так Почему-то здесь не было Бехелитов Ладно хрен с ним О У нас новые Разговорчики Давайте будем разговаривать Разговорчики Так Гоуст Стори В ночи Как-то Монстры Ошиваются По кругу Стараясь Заманить Людей Которых Они Хотят Съесть Когда я был Бригант Это какая-то Не помню Как правильно Природилась Ну в общем Это По-моему Какая-то Военная должность А нет Бригант По-моему Это матрос Или что-то такое Короче Когда я был Бригант В одну Ночь Наш компас Неожиданно Взбесился Хи-хи-хи Говорит Эрикерт Это нормально Говорит Пипин Это просто Эффект От Магнетизма Вот и все Да Офигеть Поговорили Кстати Тут важное Замечание Мы сейчас Находимся В таком Состоянии Мира Человеческого Мира Гатса Мири Гатса Когда монстров Нету Вообще Монстры Они конечно Были как легенды Как какие-то Сказки Но В этом мире Есть только люди И никаких Демонов Там быть Не должно Но как вы Видели По самой первой Серии Какая-то Хрень Начнется И у Этой хрени Будет очень Логическое Обоснование Но На данном Этапе Можно сказать Что это Ну Обычная Такая Себе Средневековая История Без какого-либо Фэнтези Или что-то Типа Почему ты Используешь Такой Огромный Мещ Гатс Неужели Он же Он же Тяжелый И неудобный Потому что То это К чему я привык С самого детства Мещ Который Такой же Большой Как мое Тело Ну Видите Гатс Дрался С самого Самого Маленького Возраста И поэтому Да Для нее Любой Мещ Был Размером С его Собственное Тело И гатс Рос И он Старался Держать Мечи По размеру Так сказать Так вот Она что Я никогда Так не смог Я больше По разведке Или Сделать что-нибудь Сделать что-нибудь Это что капкан Или что-то Подразумеваешь А Я помню Потом Рикер станет Подмастерьем Этого Какого Кузнеца Так что Возможно Он имеет Ввиду Вполне Себе Обычный Крафтинг Короче Следующая Глава Называется У нас Батл С Чадором И Опять Безбехелитно Это все Занятие Вот Такие Дела Что ж Серии у нас Выходят Небольшие Но зато Каждые По чуть-чуть По чуть-чуть Так развивают Историю Берсерка На этом все Продолжение Следующей серии На сегодня все Пока-пока